Всем привет! Сегодня в почтовом ящике, в физическом, я обнаружил письмо от фирмы, которая ответственна за снабжение этой квартиры теплом и черт знает чем. И они сказали, что их закон обязует сделать возможным информирование нас о ежемесячном расходе всякого тепла и прочего. Закон вот, видимо, недавно ввели, чтобы бургеры немецкие знали, сколько тратят, потому что тратить сейчас много нельзя или как это работает, не знаю. Но вроде как все становится, по крайней мере, не лучше. Но по вело-вещам там тоже доступность такая себе. И в Германии очень много было обещаний, очень много порывов сделать страну более экологичной и, в принципе, Европу, скажем так, более самостоятельной или автономной, лучше слово подобрать, которая, собственно, сигнализировала бы о том, что в Европе всякие компоненты, в том числе вот вело, производятся, и мы независимы от каких-то там фабрик в Азии. Но эти тенденции, эти обещания не сбылись, как и многие другие. По разным самым причинам. Собственно, введение этого видео было немножко автопом, теперь поближе к велосипедам. Были такие тенденции, о которых я рассказывал в вело-новостях, что множество производителей, пьянки, арбея и многие другие, хотят перенести или уже перенесли частично или полностью части своего производства обратно или, в принципе, в Европу. Эта тенденция имела самые разные предпосылки. А самой важной из них стала проблема во время пандемии истерии, когда до сих пор, кстати, в Китае истерят и закрывают целые города, заводы. И на них, на китайцев сейчас нельзя положиться в плане бизнес-партнерства именно вот по вело. И это, конечно же, сподвигло европейских производителей или брендов, лучше сказать, производить таки в Европе или, по крайней мере, вот к этому стремиться. А мы прекрасно знаем, как это стремление выражается на словах. На словах это «мы в течение пяти лет откроем там что-то где-то», а на деле все это в течение двойного срока, а совсем на деле это вообще никогда не реализуется. Но не всегда, на самом деле, так. Исключения, конечно, имеются. Но вот этих пяти лет у брендов нет. Потому что каждый год или буквально каждый месяц творится в мире какая-то шняга, которая все планы эти перекрывает. И после пандемии ожидания, вот здесь крутые инфографики, кстати, есть. Можно посмотреть, насколько ожидания было по всяким компонентам, сколько нужно было ждать заказа рамы, сколько нужно было ждать заказа руля и других компонентов. До пандемии в сравнении с после пандемии и в сравнении после военной агрессии страны России. И там это время ожидания увеличилось уже не в два и не в три, а в некоторых вещах даже вот в несколько раз. И сейчас некоторые комплиты приходится ждать вплоть до двух лет. Я не знаю, насколько этот прогноз вообще реалистичный. То есть я сейчас закажу и получу через два сезона, серьезно. Некоторые за это время успевают, не знаю, заделать ребенка того же, который перекроет все какие-то особые планы по катушкам, по большому накату или еще что-то. И да, ситуация печальна на самом деле. То есть все эти тенденции и потуги снова производить в Европе, которые имели кучу причин, вот в том числе описанные, там в Китае все закрывается, но и лучший контроль качества, также и лучшая физическая доступность. То есть если что-то производится в Италии, а ты заказываешь это в Германии, то дорога до тебя, логистика будет, конечно, в разы меньше, чем если бы ты ожидал, пока сделают в Китае, отправят в Италию, а потом тебе в Германию. То есть здесь понятно, куча причин, но, к сожалению, все эти планы пока приходится переместить. И здесь эта тенденция к тому, что нельзя пока что до конца оформить все производство компонентов в Европе, она сталкивается с тенденцией вроде бы более хорошей, хотя ее причины ужасны, то есть топливо дорожает, и люди смотрят на альтернативные какие-то транспортные средства, к которому относятся и байки. И байки благодаря тому же Bosch производятся в Европе будь здоров, но эти и байки не только из моторов состоят, но и кучей других компонентов. И здесь, с одной стороны, вроде хорошо, люди хотят велосипедизироваться, но причины этой велосипедизации, они не от осознанности, а от, наверное, нужды даже в некотором случае вы знаете, на своем канале тоже я показал, как мы и комьютим, и закупаемся на велосипедах, и на трейлере тоже вот этот прицеп, соответственно, там с ящиком, можно дофига уместить, как багажник машины, скажем так, ну, спортивный машин, наверное. Но в моем случае это не от нужды, а от, наверное, желания просто использовать соответствующие транспортные средства, согласно условиям, то есть если дождь, ураган, как у нас в последние дни, то мы съездили на машине и закупились, потому что это просто жесть, что было. То есть там нужно было самим высыхать после этой покатушки и чистить велосипеды, и все это на многие часы, работая теми самими руками, и это было нерационально. Но если солнце, то, пожалуйста, на велосипеде можно отлично закупиться. Вот сейчас мы пешком пойдем, тоже закупимся, и здесь просто рационально используем. Но не у всех так. Некоторые действительно не могут себе позволить машину, продают машину, больше не могут позволить ее использованию. И, конечно же, увеличение цен на топливо скажется в той или иной мере на каких-то продуктах. И это все, угадайте, что печально. Собственно, об этом было все видео. Но в этом некоторые видят какой-то челлендж, и, да, это какие-то проблемы, которые нужно решать и будут решаться. И для кого-то это действительно интересно. То есть для этого всего найти решение этих самых проблем. И чем больше таких людей будет направленных, ориентированных на решение, а не на конституцию фактов и пережевывание всех этих проблем, тем больше шансов у этого мира на скорейшее восстановление и, наверное, нормализацию сначала. Сначала нормализация, потом уже восстановление, улучшение. Это уже потом должно прийти. Окей, это было все на сегодня. Огромное спасибо за внимание по поводу того, как будет развиваться вело и всяческая другая, не то, что промышленность, ее и не было никогда, но бизнес, как будет развиваться вело, бизнесы и другие бизнесы в России. Об этом будет в следующем видео, сразу после обзора книжки «Маркетинг 5.0», потому что все это будет связано. Спасибо. До новых встреч, пока!